Негативные эмоции и вибрации очищает нас, кристаллизует на всех уровнях, как очистимся выходим из водопада. У тебя на шее железное кольцо, белое такое железо, платина, не знаю, что это. О, платина. Широкое такое, сантиметра два. Да, я таки чувствую. Какие-то на нем, ну, не знаю, застежки, может. То есть не просто кольцо, оно как-то так защелкивается. Оно только в этом проявилось, да? Ну, я вот сейчас смотрю, тебя в водопаде. В водопаде, да? В водопаде. Отлично. Если тебе говорю, что-то давит. Чье, ну, пока непонятно. Давай угадаем. Хорошо, Вера, мы вышли из водопада? Вышли. Хорошо. Давай переходим. Благодарим водопада, они уходят на свою частоту. Один, два, три. И переходим к процедуре закачки энергии. Посмотри, сколько энергии нужно тебе сегодня для работы? И какая частота вибрации? 945. Хорошо. И насчет три в макуре, слово значение 45 герц. Пошел подъем. Вибрации поднимается до 45 герц. Готово. Синхронизируется энергией вибрации, гармонизируется, усваивается, распределяется наилучшим образом. Один, два, три. Готово. Хорошо. Посмотри, сколько у меня сейчас энергии и какая частота? Может, мне не надо заправляться? И начнем сразу работать. 400. 400, я думаю, хватит. И? Почти 35. Хорошо. Отлично. Мне хватит для начала. Хорошо, Верочка. Давай тогда мы сейчас переходим к процедуре боевой защиты. Давай снимать с первого. Давай с меня смотришь. Это магнит у тебя. А, магнит. Поэтому я не смог разрезать его, да? Хорошо. Я остановлюсь тогда в скэнер. И я даю команду. Скэнер на счет 3 начинает проявлять, обнаруживать все чипы, датчики. Встраивается канал к ответственному по цепочке. И последний ответственный, все ответственные, притягиваются по цепочке в эту клетку-тюрьму. Один, два, три. Скэнер начинает сканировать, находит все присадки, все импланты, всех интерферентов, все ответственные в клетку-тюрьму. Силы моего намерения. Да будет так. У тебя демон. Да ты что. У тебя красное тело кишит какими-то черными штуками. Идем в клетке сейчас. Да. От него канал идет. Хорошо. Все по каналам притягиваются. Один, два, три. Да ты что. А какой демон считает цифры? 37. Отлично. Чем у меня кишит тело, ты говоришь? Я не знаю, черненькие штучки такие. Хорошо. И я даю команду. Как гусеницы мохнатые. Они выходят из моего биополя или нет? Нет, они стоят в красном теле. И я даю команду. И силами его намерения все эти гусеницы, все, что находится на чистоте демона, выходит безболезненно из моего биополя. Значит, три, один, два, три. Все наматывается в клубок. В клубок или по каналу? В клубок все выходит из моего биополя. Да, они как ветром подуло их, в эту клетку к нему сейчас смотались они. Хорошо, давай дальше разбираться. Значит, у нас демон 37 герц. Дальше. Второй канал. Кому ошейник ведет? От ошейника выстраивается канал. Вот этот магнит, который у тебя еще все дают до него, он потому нас кидает в комнату, он куда-то магнитит. Хорошо. И я могу его снять? Да, можешь. И я даю команду. И силой моего намерения этот магнит сейчас безболезненно раскрывается и выходит из моего биополя. Значит, три, один, два, три. Да, будет так. И зависает в воздухе передо мной. Смотри, ты попробовал его лазером распилить, не получилось. Тогда ты собрал как все свое намерение, и он расстегнулся, и пошел в клетку. Идет канал гуманоиду, и от этого магнита вниз идет как накидка еще, такого же цвета серебряного. Надо мной на клетке сейчас все. В клетке уже отлично, хорошо. Вместе с ошейником. И от гуманоида выстраивается канал к ответственному. Один, два, три ответственные. Все по каналам притягиваются в клетку-тюрьму и становятся ее заложниками. Один, два, три. Мне уже намного легче дышать. Нет, нету никого. Вот этот магнит, смотри, магнит вместе, ну как, магнит, вот ошейник, и сзади от него как плащ, плащ как сетка, таким серебряным цветом, как ошейник. И он его одел, то есть он вернулся как к нему. То есть получается, что он имеет такое же, и он тебя как магнитил вот этим, притягивал. Что такое же? А, он же ошейник. То есть он как... Хорошо. У нее сейчас два ошейника, да? Но он как слился с его. Значит, у нас сколько канала, Вера? Два. Гуманоид и демон. Хорошо. Да давайте разбираться. Так. Ты пришел меня убивать, гуманоид? Поймать. Поймать. А я тебя споймал. Влад, удар лазером, сжигай его защиту. Один, два, три. Пошел лазер. На полную мощность, всю защиту его сжигает, не убивай. Открываем поток абсолютно над его комнатой, где он находится. Один, два, три. Пошел в свет любви отца. Сжигает этой твари защиту. Сжигает его. У меня сильная защита. Дополнительно выставляю защиту. Семи архангелов. Один, два, три. Появляется печать семьи архангелов. В мощнейшем свете любви архангелов. Сжигаем эту защиту. Один, два, три. Да будет так. А так и есть. Лазером дополнительно помогаю, сжигая его энергию. Сжигаю все его защиты. Нейтрализую его. Иду и установку. С каждой попыткой выставлять защиту он теряет силы. До 99%. Один, два, три. Программа действует. Программа активирована. Давай теперь посмотрим. От печати такая волновая какая-то идет. Как такая бесцветные волны на него идет. Вибрации, видимо, какие-то. Свет такой. И сверху идет поток. А он? Ну, он потерял свою защиту. И вот сейчас он хочет установить все это. Мало ли что он хочет. Продолжаем. Влад, ударил лазером в ногу. По обеим ногам. Один, два, три. Удар. Я тебя научу, как ко мне приходить. Дай ему копьем. Пять ударов. Начистоте гуманоида. Пошли удары. Болезненные удары. Подожди, Влад. Это голограмма. Голограмма. Это не голограмма. Смотри, что здесь происходит. Есть пирамида, которая управляет им. Дуромчик, говори, Вера, я тебя плохо слышу. Есть пирамида, в которой, как джойстиком, им управляют. Ага, хорошо. И у нас за комнатой, у нас дрон. И у нас ли. Они ждут, когда эта пирамида притянется ближе к этому магниту. Все понятно. И я даю команду. И притягивается пирамида. Через гуманоиды выстраиваются каналы. Мы притягиваем ее к комнате диагностики. Значит, три, один, два, три. Все силы моего намерения притягивать. Сам гуманоид, он лежит в какой-то жидкости в этой пирамиде. Это его тонкое тело. Отлично. Так мы его там размазали. А, он там находится в трансе, да? Да. Ой, какое будет у него великолепное просыпание. Притягиваем пирамиду полностью. Вся воля его сломлена. Защиты нет. Он полностью под нашей командой находится. Притягиваем пирамиду по каналам от гуманоиды сюда. Она становится рядом с нашей комнатой диагностики. Все, хватит. Стоп. Али говорит, хватит этого расстояния. Дальше не надо. Я хочу показать вам, что происходит. Хорошо, Ли. Мы останавливаем тогда. Свет остановить, да? Или что нужно остановить? Мы остановили полностью. Мы не притягиваем больше ничего. Стоп. Да, все забирают. Пускай как есть. Она говорит, что я хочу. Это ваш урок, в общем. Я хочу показать вам, что происходит. И она хочет, чтобы ты смотрел тоже на эту пирамиду. То есть это то, что там внутри, чтобы ты видел, кто там и на что это похоже. То есть это большой какой-то, как пульт. Голограммные у них все вот эти экраны, которыми они управляют. И вот эта большая, как ванна такая, и там лежит гуманоид. Но они управляют с пульта его, как сознанием, тонкая копия. То есть это работа. А где он физически находится сейчас? Там, на корабле. На корабле, понятно. И вот тонкая копия у нас в клетке. И вот этот магнит, они тебя как примагнитили. Как они могли на меня его накинуть? Мне это непонятно. У них технологии очень сильные. И не только технологии, у них материалы другие, которые мы представить не можем. А когда мы не можем представить, мы не можем с этим бороться. То есть когда ты визуализируешь обычный лазер, который мы знаем, он не действует на материалы, которые они используют. Потому что мы не знаем какие-то материалы, правильно? Конечно, да. То есть ты в своей визуализации должен как-то это тоже усовершенствовать. Я понял. Я уже понял свою задачу. Хорошо. У вас есть сейчас образец, который в клетке этого ошейника. Его можно как-то использовать на анализ этого материала? Может, мы найдем какое-то средство? Она говорит, что у нас это все есть. Но его лазер не разрезает. Мы говорим, что лазер разрезает все, что ты визуализируешь. То есть тебе надо понимать, что ты иногда сталкиваешься с тем, что... Или я сегодня три раза пытался. Меняй, то есть что ты разрезаешь. Ты так и говори то, что вот так визуализируешь. То есть лазер усовершенствованный, но ты должен его соединить с своим визуализацией, со своей... Все забыл. Это не просто копье, которое там поранило, разрезало. Это очень обширный инструмент, который на нашем уровне создан. И он работает полностью с визуализацией. И он как биоробот. То есть он связан с твоим мышлением. Я все понял. Я обязательно эту тему проработаю. Ли, а что с моим дроном случилось? Его уже два дня нет. Я пытался с тобой связаться. Я понял, что ты мне объяснишь сегодня, что там случилось. Она говорит, что они поставили экран невидимый. Но если дрон спокойнее, мы... Ну, будет дрон. А, понятно. Хорошо. Я просто его выглядывал два дня. Они тут летают. Да, они летают. Ну, серьезно я говорю. Ну, просто страшно. Я смотрю, на облака вылетает моментально. Они видят меня. Когда я на них смотрю, я не могу никакой защиты поставить, чтобы их не видеть. Это мне что, вообще окна не открывают? Я поставила, она поставила экран. А, она поставила экран? Экран непробиваемый. Это одно и второе. Она говорит, что твоя копия недалека от истины. Тебе надо сменить немножко, как сказать... То есть, тебя это давит. Перемени немножко обстановку. Понятно. Хорошо. Отсвежи. Есть и другие в мире. На земле. На земле. То есть, ты должен дать своей душе почувствовать то, что есть только на земле. А ты совсем оглубился в другую сторону. Далее у меня... Это то, что происходит в небе, это везде. То, что ты это видишь, это не значит, что ты должен там сойти с ума и только с ними там... Я понял. Это не страшно. Это делает нас сильнее. Мы просто ищем с каждым шагом, так сказать, новые возможности. Мы сами себя развиваем. Это действительно так. То есть, это не жалоба. Это говорит, что не надо относиться к ним положительно или отрицательно. Просто игнорировать. Просто прими это как то, что оно есть. Вот и все, оно есть везде. То, что ты начал это видеть, не надо на них как-то реагировать, потому что они твои вибрации чувствуют. А на каком уровне я вижу? Это уровень инфракрасного света или как это вижу? Я их вижу при любой погоде, сквозь любые облака. Я вижу их формы. Я уже 16 форм насчитал различных, которые только есть. Они прыгают по облакам. Есть огромные, есть несколько километров такие корабли. Я такого еще... У нас на Земле таких фантастик нет. Она говорит, что что-то иллюзия выставляется и голограмм. Вот как. Хорошо. Ладно, не будем углубляться в эту тему. Благодарю тебя, дорогая Лиза. Она говорит, что не надо дарить им какие-то чувства вообще. То есть, ты видишь и видишь. Прими как есть и занимайся своим делом. Гуляй. Смотри на радости Земли. Я это упустил. Момент у меня есть. Есть такой минус. Я, если начинаю что-то делать, я иду, в принципе, и забываю. Все. Моя, в общем-то, ошибка. Но если у меня сейчас защита стоит, надеюсь, в общем-то, она сработает. Она говорит, что мы забираем его. Отлично. Хорошо. Вместе с пирамидой, да? Ну, пирамида за этим, да. Они как сетку на нее такую уже сделали. Слушай, так это наша третья пирамида, получается, Вера. Уже можно три звездочки ставить. На плеядах бы гордились нами. Меньше мусора будет во Вселенной. Она говорит, что это не значит, что они будут наказаны. Дальше будем решать. Есть определенный уровень, кто решает. Все понял. Она говорит, что тебе надо почистить от него. Тело, да? Отравить. Ну, не отравили частицы, остались этого материала, который ты не знаешь, из чего это состоит. Хорошо. Серебро. Крошки остались, их надо выдавить. Мы сейчас так и сделаем. Как вы закончите. Хорошо. И я даю команду. И на счет три. Силой моего намерения я начинаю выдавливать из себя все остатки этой негативной энергии. Эти крошки, которые находятся на чистоте гуманоида. Один, два, три. Начинает выходить со всего моего тела. Из всех семи тонких тел формируется в шарик, зависает передо мной. Начинает крутиться, наматывает на себя все нити, вытягивает до последнего микрона весь яд, который остался в моем биополе. Один, два, три. Сейчас как проволока смутался. Отлично. Я сейчас беру свой лазер. И лазер делает анализ этого металла. На счет три. Один, два, три. Анализирует его полностью и будет готов распилить этот металл при следующей встрече с ней. С ним. На основании этих данных он автоматически получает апдейт, необходимую программу, необходимую силу. Лазер сейчас как веер стал, сканировал это все. Какие-то расчеты сделал и как в память себе положил. Отлично. Все. Наш скейнер теперь готов и к этой опасности. Отлично. Открывается портал в галактическое ядро, он еще три. Один, два, три. Шарик улетает в галактическое ядро. Фуе, Вера, ты не представляешь. Как будто ермоз сняли с этой шеи опять. Это не скейнер, это твой лазер сделал. Я понял. Хорошо. Не, я просто говорю сейчас. Просто легче стало после этого всего, как сняли это все. Ну, они их забрали. Отлично. Или говорят, что она будет уходить. Всего доброго. Благодарю. Комната нестабильная, потому что магнит это чуть сильно. Выкинуть магнит надо, да? Ну, они забрали его, она говорит, что нам нужно забрать все это, чтобы мы могли дальше работать. Ну, то есть она уходит, они забирают. А, они все забирают, нам ничего не надо делать, да? Нет, нам ничего не надо делать, и дрон она оставляет нам возле комнаты. Хорошо, благодарю. Мы ушли. Хорошо. Так. На чем мы остановились, Вера? Нам чистки меня, да? Значит, ты стоишь у нас в шею сканере, и у тебя канал остался. Тво канала, и они оба остались. Значит, с этого забрали второй на месте. И я даю команду, и силу моего намерения, все, что оставил демон, начинает еще выходить до последнего микрона, пошло отторжение, включая внутренний свет, вся его энергетика выходит из моего биополя, начинает формироваться в шар, остаточной энергии, все, что он оставил, выходит из моего биополя на его частоте, закручивается, начинает крутиться этот шар, наматывает все нити, все наматывается на этот шар. Ну, такие темно, темный, как дым вышел из тебя, наматался. Открывается портал в галактическое дро, 1, 2, 3, он улетает в галактическое дро, он на счет 3, 1, 2, 3. Готово. Хорошо, подходим к этому паразиту. Кто ты такой? Что ты здесь делаешь? Ну, он говорит, жару твоей энергии. Ну, ты думаешь, это безнаказанно можно делать? Да, он мне показывает вот эти гусеницы почему-то. И что это значит, демон? Так, и если от этого демона существует канал к ответственному, на счет 3 я выстраиваю канал, и ответственный притягивается по каналу, рядом с демоном становится, 1, 2, 3, да будет так? Нет каналов. Хорошо. Значит, зашел на свой страх и риск. Влад, обрежь ему оба рога. Он говорит, что вот этот гусениц, ну, показывает, не говорит, гусеницы, раздражали они тебя. И ты этим мне так спокойно говоришь? И так как энергии сильные у тебя, вот эти темные, он показывает, он их кушал и заряжался. Да. Сладкие энергии для него это. Слышь, ты не офигел вообще, придурок? И Влад, два рога срежь ему на счет 3. 1, 2, 3. Срезай рога этому придурку. Ну, опять подрастают они. Отлично. И снимаются все маски и голограммы на счет 3, 1, 2, 3. Демон предстоит первозданном виде согласно своему эфирному коду. Это не голограмма, Вера? Ну, там смеется, и из него мы не поймем еще, кто получается. Отлично. И удар 100 тысяч герц по демону ответственный, притягивается в клетку, 1, 2, 3. Снимаются все маски и голограммы, направляя на демона свой щит, семиархангел, в мощнейшем светом любви отца сжигаю голограммы, 1, 2, 3. Демон предстоит первозданном виде и горит в клетке. Вообще изгорел. Все? Да. Это не голограмма была? Нет. Ну, не свезло. Я ему не давал своего разрешения. Открывается портал в галактическое ядро, 1, 2, 3. Этот мусор улетает в галактическое ядро на переработку. 1, 2, 3. Я ни одной твари не позволю демонической влазить в мое биополе. Ни одной с гусеницами. Жрать мои энергии, как он сказал. Все. Каналы у нас. Отлично. И, Влад, мощнейшим ударом 500 тысяч герц сжигаем все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Зажглись? Да. Отлично. Открывается портал в галактической ядро. 1, 2, 3. Воронка. И улетает весь мусор до последнего микрона. Все чужеродное остается. Только твоя энергетика и моя. Все улетает туда. Все остатки. 1, 2, 3. Да будет так. А так есть. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть? Готова. Все, я здоров. Поехали, Верочка. Зак noite. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok